Друзья, всех приветствую уже в новом году. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Омаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, первая неделя 2024 года довольно удачно сложилась для американского доллара. В частности, индекс доллара смог восстановиться выше 102 пунктов и текущей котировки 102.20. Причем в конце прошлого года мы были в одном маленьком шаге того, чтобы протестировать поддержку 100 пунктов. Даже несмотря на текущий рост, я по-прежнему уверен, что потенциал снижения американского доллара еще не исчерпан. И в ближайшие недели мы получим еще большее количество доказательств того, что американская экономика плохо справляется с высокими процентными ставками. Пришло время, чтобы менять монетарную политику. В частности, пришло время для снижения ключевой процентной ставки. Я по-прежнему ориентируюсь на март, как то самое заседание американского регулятора, когда Федрезерв может принять вот это судьбоносное решение. Потому что, если это решение будет принято с учетом тех новостных обстоятельств, которые сложились, это сменит окончательный вектор движения на валютном рынке и может задать и сформировать долгосрочную основу для последующего падения американского доллара. Видел много прогнозов от инвестбанков, в частности, на 2024 год, согласно которым американская валюта может завершить этот год ближе к уровню 95, а может быть даже еще на более низких ценовых значениях. Пока что, конечно же, наша ближайшая цель и основная цель – это добиться того, чтобы индекс доллара закрепился ниже психологической планки 100 пунктов. Ну, давайте вспомним, что же все-таки оказало поддержку доллару в начале этого года. Во-первых, стоит отметить протоколы последнего заседания американского регулятора, из которых следует то, что предстоители Федрезерва допускают, что снижение ставки может произойти все-таки не так рано, как мы можем оценить через инструмент «Fight Watch Tool», а к концу этого года. Причем это даже негарантированный сценарий. Если новостной фон изменится, то перспектива изменения процентной ставки может уехать на более поздний период. Но я думаю, что под вот этими обстоятельствами, которые могут все же заставить Федрезерв удержать ставку высокой в более длительный период времени, здесь, конечно же, говорится о потенциале роста инфляции, если сильно вырастут в кассировке нефти. Я пока что в этом сомневаюсь, и этот сценарий рассматриваю как маловероятный. Основной сценарий – то, что тенденция снижения инфляционного давления продолжится, и это как раз и побудит американский регулятор изменить текущие курсы монетарной политики. Помимо протоколов, были сильные отчеты. Это до выхода данных по Non-Farm Perls еще отчеты DP. В частности, это оценка состояния американского рынка труда, которая, по сути, публикуется за несколько дней до выхода официального релиза. 164 тысячи новых рабочих мест было создано в американской экономике по данным частного агентства DP. Прогноз был значительно ниже еды и значения прошлого месяца. Точнее, это же декабрьские цифры. Соответственно, значение ноября было на отметке 115 тысяч. Первичные заявки на пособие по безработице – тоже резкое снижение с 220 тысяч до 202 тысяч. Также после этих данных мне было крайне интересно посмотреть, как изменилась вероятность ожиданий трейдерами снижения ключевой процентной ставки в марте, то есть по данным инструментов AdWatch Tool. И если до выхода этих данных эта вероятность была примерно 70%, то после выхода статистики она свалилась до 64%. Ну и в пятницу Non-Farm после такого, скажем так, наследия от DP, первичных заявок на пособие по безработице, Non-Farm тоже не разочаровали. 216 тысяч новых рабочих мест. Прогноз предполагал рост на 170 тысяч. Уровень безработицы остался на прежней отметке 3,7%. Но была и ложка дегтя, скажем так, во всем этом блоке макроэкономической статистики, в частности, провальный отчет АСМ непроизводственного сектора, то есть сферы услуг. Потому что, по сути, мы увидели снижение значения с 52,7 до 56. Пограничная территория уже очень близко. И 50,6 – это, если мне не изменяет память, минимальное значение за последние 7 месяцев. То есть ранее у нас уже были очевидные сигналы того, что промышленность сталкивается с очень серьезными проблемами высокой процентной ставки. Сейчас еще и сфера услуг тоже подает признаки вот этого нападения. И, по сути, если индекс окажется в январе-феврале уже ниже 50 пунктов, мы будем говорить о том, что и эта отрасль, этот сектор перешла в рецессию. После выхода этих отчетов вероятность снижения процентной ставки стало еще ниже 61%. Но все равно, друзья, это показатель, то есть существенно выше 50, который явно подчеркивает то, что ни в коем случае не нужно списывать со счетов сценарий, при котором руководство американского регулятора в марте все же согласует вот это решение по снижению ключевой процентной ставки. Очень многое, кстати, будет зависеть от данных по инфляции, которые выйдут уже на этой неделе. Можете посмотреть в экономическом календаре прогнозы, которые предполагают то, что индекс потребительских цен может остаться на уровне 3,1%, причем ожидается, что базовая инфляция снизится с 4 до 3,8%. Если базовая инфляция окажется на новых многомесячных минимумах, я думаю, что продавцы индексы доллара очень быстро вернутся на рынок и снова начнут топить этот инструмент, обеспечивая его снижение в район обозначенной уже поддержки-целевого ориентира 100 пунктов ровно. Золото текущей котировки 2036 долларов за тройскомунсу. Очень волатильная торговая сессия пятницы, по сути, движение, диапазон с 2,24 долларов за тройскомунсу до 2,64,40 долларов. Это много очень даже для такого инструмента, который не консервативно ходит в последние дни. Отсюда еще одна моя рекомендация, это быть сейчас крайне внимательным вообще к тому, что на рынках происходит, потому что настроения быстро меняются. Контролируйте обязательно риски, следите за загрузкой депозитов. По золоту я бы сейчас не советовал открывать каких-то позиций, потому что лучше, опять же, дождаться выхода данных по инфляции, лучше посмотреть за тем, как действуют институционалы. У нас есть инструмент Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, мы анализируем его каждую неделю. Собственно, на прошлой неделе пятничный отчет показал то, что особо позиция институционалов не изменилась. Рынечный сантимент тоже не подает каких-то хороших сигналов. 45% трейдеров сейчас в покупках, 55% в продажах. Мы обычно трактуем сантимент как основу для принятия торговых решений, когда есть серьезный такой перекос в действиях покупателей-продавцев. Его пока что нет. Доходность американских трейджерис относительно стабильна, если сравнивать со значениями, скажем так, начала прошлой недели. И здесь понятно, что нужно определиться тем, что будет дальше с долларом, потому что между золотом, долларом и доходностью американских трейджерис действует обратная корреляция. Как я уже отметил, нужно, чтобы рынок оказался довольным определенным содержанием отчета по инфляции, в частности, лучше бы, чтобы довольны были продавцы. И после того, как американская валюта перейдет к снижению, мы уже будем снова открывать длинные позиции по золоту. Я не сомневаюсь, что будут длинные позиции с ориентирами на движение этого инструмента выше 2050 долларов за трейд-консул. Евро против доллара 1.09.36. Я сохраняю свои оптимистичные прогнозы, потому что евро против доллара закрепится выше отметки 1.10. Если раньше мы говорили о контрасте монетарных политик и допускали то, что ЕЦБ тоже начнет снижать процентную ставку, вы будете это делать гораздо позже, чем Федрезерв. Сейчас есть еще и макроэкономическое такое статистическое подтверждение, что ЕЦБ не стоит торопиться с отказом от текущих ориентиров по ставкам и жесткой монетарной политики, потому что инфляция в еврозоне растет, друзья. В частности, в Германии индекс потребительских цен вырос с 3,2 до 3,7 процентов, это декабрьские значения. По еврозоне в целом рост с 2,4 до 2,9 процентов. Это доказывает то, что пока что еще рано менять вектор монетарной политики, из-за того, что инфляционные риски сохраняются, а инфляция, как мы знаем, это самая большая головная боль для всех регуляторов. Были еще сильные данные по индексам производственного сектора еврозоны, рост с 47 до 47,6, и по активности в сфере услуг, также восходящая динамика, повышение с 48,1 до 48,8. На этом фоне покупатели, я почти уверен, будут все-таки сильнее продавцов, и в конечном счете пара сможет выйти на новые локальные максимумы. Похожая картина также по британской валюте, 1,27 текущей котировки, опора на сильный фундаментальный фон в виде мощного отчета по активности в сфере услуга, рост с 59 до 53,4, это максимум за 6 месяцев. Конечно же, при таком сильном релизе по сфере услуг, композитный индекс, который объединяет сферу услуг и еще и промышленный сектор, тоже восстановился с 57 до 52,7. Еще, скажем так, блок сильных отчетов с рынка кредитования, потому что потреб кредиты выросли почти, друзья, на 25%, и, возможно, самый значимый позитивный сигнал для британской валюты – это рост ипотечных кредитов на 7%. Соответственно, ипотечный кредит – это один из двигателей вообще британской экономики, из-за того, что он напрямую отражает настроение потребителей касательно рынка недвижимости. И если будет расти все-таки рынок недвижимости дальше, то британская валюта сможет найти достаточную почву и основания для дальнейшего роста. И рынок нефти – 77,80 долларов за баррель. Пока что новостной фон крайне интересный. В частности, у покупателей были все шансы, чтобы тащить бренд выше 80. Это эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, Палестино-Израильский конфликт, события в Иране, приостановка добычи нефти в Ливии – примерно 300 тысяч баррелей в сутки ушло с мировой арены. Но есть и фон нейтрализатор – это рекордный объем нефтедобычи в США, где производство нефти уже превышает 13 миллионов баррелей в сутки, и опасения за перспективу мирового экономического роста. Казалось бы, фон смешанный, неоднозначный. Здесь я рекомендую смотреть снова на сантимент. Примерно 65-67% трейдеров сейчас находятся в длинных позициях, и сделаем вывод о том, что путь наименьшего сопротивления при таком новостном фоне, скорее всего, вниз, собственно, как и ожидали ранее. Я думаю, что бренд с большей долей вероятности вернется в район 70 долларов за баррель, нежели, чем закрепится выше 80 долларов. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!